Другая Украина. С таким нарративом, или вернее будет сказать проектом, на политическую арену возвращается предатель Украины, экс-депутат Виктор Медведчук. Против лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которая в конечном итоге была запрещена, а фракция была фактически разогнана в парламенте, сегодня необходимо создать и объединить тех украинцев, которые выступают против преступной политики Зеленского. Именно поэтому мы создали общественно-политическое движение «Другая Украины». Взяв под свое крыло десяток некогда известных пророссийских экспертов и журналистов, Медведчук и компания принялись заполнять образовавшийся вакуум якобы украинской позиции на российском ТВ. Есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией, мы хотим, чтобы преступная власть канула в лету. Развенчать миф о монолитной позиции украинцев в вопросе дальнейших взаимоотношений с Россией. Приблизительно так формулируют свою цель эти предатели. Забегая наперед, никакого развенчания, естественно, не последует. Лояльных к себе и ОПЗЖ-избирателей, кремлевская подстилка лишилась с первыми же российскими ракетами, упавшими на головы жителей русскоязычного Харькова, Николаева и Одессы. Для начала давайте разберемся в составе Медведчуковской бравой команды. Здесь вам и Владимир Скачко с 2019 года, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины. Три главных аспекта. Первый, что это за люди стоят во главе Украины. Эксперт Юрий Дудкин, который в 2021 году в Украине получил подозрение по статье 111 госизмена. Юрий Дудкин сейчас работает, наш постоянный эксперт там в Киеве. Любимец российских пропагандистов, журналист Денис Жарких. И, конечно же, не обошлось без отдельной категории обладателей украинского паспорта. Небольшая часть тех людей, которые сейчас в этом проекте фигурируют, они уже давно вообще выехали в Россию. И там ходили по разным эфирам, где играли роль так называемых украинских экспертов. Их там за приемлемую достаточно плату били, извините, по морде, выгоняли там со студии, всячески над ними измывались. То есть они выполняли, знаете, такую роль, что надо же было, с одной стороны, типа показывать объективность, вот у нас есть украинские эксперты. А с другой стороны, понятно, надо было их всячески унижать, чтобы чувство превосходства формировать у российского населения. На сегодняшний день мнения подобных экспертов и политиков, вещающих с территории России, не имеют никакого воздействия на украинское общество. Поэтому, помимо дестабилизации ситуации в Украине, задача предателей на всевозможных российских и международных площадках вещать важнейший российский нарратив. Мы украинцы и нас нужно освобождать. Таким образом, эти люди на территории России будут оправдывать факт войны, который ведет Россия против Украины. Что, смотрите, мы пришли защищать украинцев, вот у нас же в студии два украинских эксперта есть. А ну-ка там, Иван, Кирилл там или кто, да, а ну скажите, что там в Украине. За долгие годы, имея в руках пророссийские СМИ, партии и депутатов, Медведчуку так и не удалось ублажить Кремль. Вместо цветов – коктейли Молотова, а потому куму Путина остается лишь оправдываться и отрабатывать неподаренные россиянам цветы.